Окрасить. Может мне кого-нибудь? У меня все внутри просто, просто вот так вот. И ты прям строгая была для меня. О боже, два моих любимых блогера вместе, может быть, еще и общаются. Оля, не забудь вставить эти кадры. Ребят, всем привет. Я рада видеть вас на моем канале. И в сегодняшнем видео мы с вами отправляемся на курсы визажистов к Наталине Муаве, ее студию макияжа Тута Бена Бьюти. Я думаю, что многие из вас уже слышали из моих видео, из моего инстаграма, тоже поняли, что меня Наталина пригласила пройти ее курсы. И я с удовольствием согласилась. И сегодня я хочу вам показать, как они проходят. Если вы еще не знакомы с Наталиной, то сегодня вы точно с ней познакомитесь. Пойдемте. Итак, ребят, мы находимся почти-почти уже в Тута Бена Бьюти. Сейчас мы зайдем. И вот наша дверь с вот такими вот красивыми ресничками. А как проходит занятие? Сейчас я вам покажу. Сейчас у нас перерыв. Все вышли на улицу погулять. Но мы с вами зайдем и посмотрим. Самые энтузиасты остались. И вот так выглядит сама студия. Давайте проведем небольшой тур по ней. Ну, собственно, это наши столы, за которыми мы красим моделей. Это я в пальто. Как с улицы забежала, так и осталась. И вот здесь вот лежит косметика, которой мы красим моделей. А вот смотрите мой столик. Здесь кисти. И всякие приспособления, которые тоже обязательно нам сегодня понадобятся. Посмотрим, что происходит у Наталины. Я пока гофрирую все волосы. Сейчас буду голливудскую волну показывать. Какие макияжи. Сегодня у нас задание макияж и прическа. Да. Вот каждый раз задание такое. Конечно, сложно, но выглядит максимально круто и эффектно на фотографиях, когда полный образ создан. То есть здесь вот две складки, вот одна, вот вторая. И они иногда стрелочку могут вам порезать. Поэтому лучше, конечно, начинать с глаз, который сложнее, и потом глаз, который проще, уже подгонять под него. То есть вы нарисовали направляющую. Прямо. И вы рисуете стрелку на открытых глазах вот так вот в объем. Дальше очень удобно, конечно, скошенной кистью прорисовывать. Одним движением его поставили. Чик. Все, нижняя направляющая есть. Давайте я вам коротко расскажу, как у нас проходят занятия. Сначала Наталина нам демонстрирует на модели, что мы будем сегодня делать. И потом, собственно, мы красим уже девочек моделей и фотографируем их до и после. И сейчас еще немножко вам покажу саму студию. Вот, смотрите, это Катя. Она ассистент. Катя, привет! Она отвечает за всю организацию. За косметику. А, вот сейчас Катя нам устроит лотерею. Лотерея заключается в том, что мы должны вытянуть бумажки с именами моделей. В общем, каждый раз это совершенно непредсказуемо, кто кому попадется. Так что Катя у нас просто властительница. А сейчас пойдем вот туда, где Наталина уже закончила макияж модели. И сейчас, чем она занимается, она делает ей прическу. Сейчас выдалось у меня свободных 10 минуток, пока не пришла еще модель. И я хочу сходить за кофе. Тут недалеко есть кафе. Взять с собой, потому что я ничего не ела с завтрака. И, в общем, уже проголодалась. Уже время сейчас 4 часа. А курсы у нас идут, кстати... Сейчас там впереди дорога, чтобы вам было слышно. Курсы у нас идут с часа до 7 часов. Но обычно многие не успевают. Я тоже много раз не успевала закончить в 7. Ну, когда там сложный какой-то макияж, сложная прическа. Бывает, что, ну, вообще у тебя не получается. И ты просто переделываешь по несколько раз. И, в общем, приходится задерживаться. Так что сейчас мы с вами выпьем кофейку и вернемся. Я думаю, что наша модель уже придет. У меня девочка по имени Маша. И мы с вами посмотрим, что сегодня у меня выйдет. И пока кое-кто объедался. Ко мне уже пришла моя сегодняшняя модель. Ее зовут Маша. И посмотрите, как мне снова повезло. Смотрите, какая красавица. Маша, сколько тебе лет? Мне 19. Какая прелесть. Сегодня мы будем делать тебе голливудский макияж. А вон там ходит Натали, на командует. А как мы более... Дипа фонтизм получилась. Шикарно все. Ну что, будем так же сегодня делать? Ой, мы постараемся. Вот, кстати, ребята, оторвемся от моделей. Секрет Наталиньного фона. Смотрите. Прям как волшебство. Ну что, ты сама довольна, как получилось? Да, довольна. Но долго делала. Теперь сейчас вас всех проверять. Ой, не надо. Не с меня начинать. Так, Оля, давай красить. Да, да, не снимать. Пока у нас этап такой предварительный. У нас есть брови еще не доделанные. У нас есть немножко контуринга. И на самом деле это всегда в процессе выглядит, ну как сказать, не то что пугающе, но просто не совсем так, как будет выглядеть в конце концов. Потому что сейчас еще будут глаза, будут губы, будет еще лицо доделано. Но опять же у нас модель красотка. Так что у нас все будет прекрасно. Итак, ребят, мы готовы фотографироваться. Вот что у нас получилось в результате. Ну, давай, покажись. Как тебе нравится? Голливудский макияж с красной помадой. Голливудский макияж с красной помадой. Ну, у вас просто немножко нестандартный, но тоже голливудский. На самом деле я хотела всех поснимать. Давайте я сейчас отойду на меточку, поснимаю всех. Хотела всех поснимать, чтобы вам показать процесс. Я почти, да. Но как-то в панике это слабо получалось. Вот здесь у нас крутят шикарные волны. Оля, ты придешь? Я тоже не знаю. Так, как твои впечатления? Это был полный шок. Кто-нибудь достал стрелки вот такими руками, нет? Да, да. Так, как... Да. Я боялась выклыть глаз. И идем обратно. О, боже, Наталина стоит около моей модели. Давайте посмотрим, какая красота. Смотрите, как интересно. Так. Одну сторону не заканула? Ну, можно... Вообще шик. Какова идея вашего макияжа? Ой, как идет. Рукодром. Вот это все? Ну, смотри, вот это можно закрутить. Вот это. Все, давай. Крутим, крутим. А вон моя красотка стоит. Сейчас мы ее будем фотографировать. Ну, Дила. Она вообще французская. Ага. Вот так выглядит рабочее место после этого дня. Все валяется. И, кстати, сегодня вот эти все кисточки будут перемываться. Я не знаю, почему-то люблю вам рассказывать про то, как я мою кисти. Не знаю, почему, но мыть их, конечно, это... Вот это надо вернуть, не утащить с собой. Мыть их, конечно, не очень радостно. Ребята, сегодня второй день, в который мы с вами встречаемся. И сегодня у нас экзамен. Задача экзамена накрасить креативно наших моделей, без каких-либо четких заданий. Главное, чтобы было красиво и эстетично. И сейчас покажу вам мою сегодняшнюю модель, которую зовут Аня. Красиво, но эстетично. Это Аня. И мы сегодня будем ее красить, как Брукшилдс из фильма «Голубая лагуна». Я надеюсь, что у нас получится что-то подобное, что это будет действительно красиво. Девчонки, как у всех настроение? Молча. Так, моя модель почти готова, но почти это значит, что еще очень много нужно сделать. А вот Женечка, прекрасный визажист, наставница, сейчас будет показывать нам, как нужно сделать прическу. Да, с удовольствием, только сначала почищу свою руку. Так, ну что, у нас здесь задумка. У Оли Валюс мы уже поделилась объем. Для этого мы будем использовать кофре, расческу, трубок и очарование нашей модели. Да, да, да. Вот у нас свои волосы. Смотрите, какие шикарные. Просто великолепные, волнистые. Но нам нужно немножко добавить объема, чтобы прям совсем все стояло просто. Ну, в общем, Женя сейчас колдует, но она это мне показывает, а потом буду я пытаться это повторить, а потом уже покажу вам финальный результат. Ой, ребят, фотографируют мою модель. Вот она стоит, вот фотограф, и я прям нервничаю вообще дико, что получится. Прям нервно-нервно. Фух. Хочется посмотреть, как там будет. Что, как экзамен, как ощущения? Ну, пойдем снова. У меня были нервы такие. Иначе у нас сфиксировали. Ну что, наконец-то, ребят, я дошла до Наталины, потому что все остальные дни у нас были настолько напряженными, что просто, знаете, ни на что. С кистью в руках. Да, с кистью в руках и с трясучкой еще в руках. Как у тебя впечатление? Ну, я всегда очень люблю выпускать группы, но мне немножко печально, потому что вот экзамен – это мой любимый момент, когда все сделали уже суперклассно, прям вот показали свое внутреннее «я», и все. И потом уже только вручение дипломов, и все. Поэтому мне очень нравится экзамен, потому что видно вот почерк каждого. А вообще, почему ты решила вот эту школу создать? Ну, потому что мне жалко, что косметика пропадает. Но на самом деле я чувствовала в себе желание вот именно базовый курс делать, давать и многое теории, и практики. И о повышениях именно для визажистов пока не думала, но мне вот именно очень нравится закладывать базу в тех людей, и чтобы они не боялись продолжать дальше работать в этом. Поэтому, мне кажется, как-то все один к одному сошлось. А что для тебя самой интересно? Вот каких тебе интереснее всего людей учить? Ой, мне интереснее учить, ну, даже не знаю, у всех разные мотивы, почему они приходят. Кому-то делать нечего, да, и оказываются суперталантливыми. Ну, там, да, людьми кто-то просто работает в какой-то супер, там, типа, бухгалтер такой вот специальности и хочет сменить, да, что-то. И поэтому мне очень интересно с теми, кто хочет что-то изменить в своей жизни, потому что хочется, ну, если у человека реально есть потенциал, желание, как-то дать ему дополнительные стимулы, чтобы он не боялся изменить свою жизнь и вот заниматься все-таки творчеством. Записаться, ребят, можно в Тутто Бене Бьюти, в Инстаграм. Все ссылки будут внизу под этим видео. Так что, если вы хотите изменить свою жизнь, если вы хотите просто даже попробовать, то обязательно переходите, смотрите и записывайте. Я уверена, вы все останетесь в полном восторге. Я осталась в полном восторге, мне осталось только получить диплом и все, и все. Да, поздравляю тебя. Спасибо. Надеюсь, что что-то новое ты для себя узнала. Ты мне много, на самом деле, нового объяснила. То есть, понятно, что я как бы для себя пришла, чтобы мне просто понять, потому что это огромная разница, когда ты себя красишь, когда ты другого красишь. И я еще поняла, что у меня, с одной стороны, хорошо со стрессоустойчивостью, типа, знаешь, когда модель делает что-то не то, ну, не сорваться на нее никак. Но, с другой стороны, у меня все внутри просто, просто вот так вот. И я даже, когда себя крашу, я часто, мне хочется просто вот так бросить кисти, типа, все, мне ничего не надо больше, будет так, как есть. А уж с моделями у меня таких моментов было просто нескончаемо. Ну, а тут понимаешь, что у другого человека еще ты же не отпустишь, когда там как-то что-то не совсем. Ну, как бы у тебя были впечатления, расскажи, мне тоже интересно очень. Ой, ну, мне все понравилось, мне все, мне понравилось, что у вас просто куча косметики, самые классные. Ты все очень подробно разъясняла, объясняла, показывала, потому что у нас сначала Наталина нам показывала, потом мы сами. Потом вы мне. Да, причем, мне кажется, вот у нас Женечка есть, один наш учитель Наталины. Мне кажется, что Женя, она как-то вот, не знаю, ты прям строгая была для меня. Она такая, типа, ну, если я сейчас помогу, помогу. Да, но Женя, она такая, как фея, да, но мы с ним меняемся иногда ролями, иногда Женя нормально. Она такая, нет, да, ну, тогда должен быть момент плохой, хороший, полицейский. Я вот еще поняла, что, конечно, ну, то есть я как бы изначально пришла для себя, что именно вот как визажист, как работа, это, наверное, не для меня, потому что у меня это много реальности забирает, но момент классный, когда ты их накрасила, и все, и они такие все. От них ушли, все закончилось. Нет, еще начинаешь видеть красоту во всех лицах, то есть вообще, ты знаешь, что не бывает вообще некрасивых женщин. Да, это точно, это очень важно, да, понимание. Ну, я очень рада, буду рада, если вдруг, ну, когда-нибудь ты такая, окрасить, может, мне кого-нибудь. Конечно, а теперь еще прояснить для подписчиков момент, потому что меня часто спрашивают, в каких мы с тобой отношениях. А то мне Надежка написала в Инстаграм, типа, о боже, два моих любимых блогера вместе, может быть, еще и общаются. Ну, мы как бы общаемся, ну, да, это такой, ну, типа, только на камеру дружите, но нет, мы общаемся, но общие интересы, мне кажется, сближаются, и вообще, очень много крутых людей в моей жизни появилось благодаря именно блогингу, да, в каких мы отношениях, это же не все, но романтические. Все романтические, это загадка, ты закинула новую. Ладно, спасибо тебе большое, что было. Еще надо будет ставить кадры с получением, типа. Оля, не забудь вставить эти кадры. А дальше у нас Ольга Игоревна. Это я, ты так и написала меня? Да, конечно. Ничего себе. Все, все, все твои данные. Оля, я тебя поздравляю. Для тебя это тоже, наверное, что-то новенькое в мире для людей появилось, потому что, да, другие люди, с которыми сложно работать иногда. Да, ну, у тебя классно получается, аккуратненько, чистенько, вообще никак я трансфутка на выгуливает, например, прям вообще молодец, очень красивая работа тебе будет. Браво. Я от себя отмечу, что мне кажется, Оля очень хороший, если вдруг она захочет, да, практиковать как клиентский мастер, ты будешь очень хороший клиентский мастер, потому что у тебя прям такая мягкость, нежность, последовательность. Если-то клиент, это мушка за волосы заправишь, как-то аккуратненько. У меня и мушка за волосы. Ой, да. Не больно, не манкнулся, не комфортно. Ну, вообще клиент, ориентенность, это просто, да, я туда, куда я смотрю. Да, это очень важно, поэтому умничка, когда есть талант, и когда есть очень правильный подход, то вообще это двойной успех. Ай, спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Хачапури по-аджарски. Все, красотки. Это самое странное видео.